Они и дворники, они плотники, но только временно. Да и кем только не становятся осужденные, которых приговорили отрабатывать обязательные часы. Это своего рода воспитание, чтобы они стали на путь исправления. Так некоторые из них трудятся в органном зале. Чем они занимаются, об этом расскажет моя коллега Эльмира Ганудинова. Павел временно стал садовником. Мужчина отрабатывает обязательные часы. По его словам, за 45 лет своей жизни он впервые нарушил закон. В состоянии алкогольного опьянения попытался совершить кражу в магазине, но был быстро пойман. На пьяную голову совершено было. Сейчас сожалею очень. Делаю без себя урок. Буду уроком, чтобы в дальнейшем вообще не совершать таких ошибок. Стать на путь исправления и вообще забыть плохое. На данный момент в органном зале трудятся 10 осужденных на их лицах. Балаклавы. Все дело в том, что мужчины стедятся, конечно, того, что они приступили к черту закона. Но, по их словам, они уже встали на путь исправления. Общественные работы выполняют те, кто совершил преступление незначительной степени тяжести. Так Артур не мог платить алименты. Андрей сел за руль, будучи пьяным. Там по состоянию здоровья супруга надо было срочно расставить из поселка городского типа в город супругу полиплиника в больнице. Ну, так получилось. Я признал полно свою вину, что я не должен был так поступать. Я признаю свою ошибку. Нужно было каким-то другим способом решать этот вопрос. Жалею. Был за то, что временные проблемы были с работой. Не мог платить алименты. Ну, все, все хорошо. Работу нашел. Работу надрабатываю. Помогают и сотрудникам органного зала. Осужденные выполняют различные виды работ. Органный зал – это уникальный акустический зал. Но даже он требует постоянного обслуживания и ремонта. В этом вопросе нам помогают осужденные. Они выполняют разнообразные виды работы. Такие как покраска, уборка территории, шпаклевка, ремонтные работы. К примеру, они выполняют ремонтные работы по восстановлению фасадной части стены и пандуса. Засверливается сетка, устанавливаются маяки, а затем мужчины произведут шпаклевку и покраску. Чаще всего отбывают наказание люди, которые совершили преступление незначительной тяжести. Это в основном за езду в нетрезвом состоянии, за рулем транспортных средств. Также за кражей совершением незначительного материального ущерба. Но обязательные часы могут заменить и на реальное лишение свободы по решению суда. В том случае, если осужденный более двух раз в месяц не вышел на исправительные работы в назначенную ему организацию. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Набершные Челны.